Всем привет, дорогие друзья! Награды за Викинг Лигу и за Дивижн Райвал ждут вас в этом ролике. Но сначала нужно уделить особое внимание команде недели, в которой есть Кильян Баппе, Марко Ройс, Александра, Карим Бинзема, Эдерсон и многие другие крутые пацаны. И впервые, ребят, впервые появилась карточка Рекорд Брейкера Хамдалах 87 с вот такой очень крутой, с очень красочной карточкой. Конечно, получить красную карточку Кильяна Баппе и Марко Ройс это будет прямо сверх круто. Но также от Карима Бинзема, Александра и даже того же Эдерсона я, конечно же, не откажусь. Да, ты постоянно говоришь о каких-то сверх крутых карточках в команде недели, но тебе выпадает какой-нибудь 75-76 рейтинг. Это проверенная тактика, но давайте уже перейдем к нашим наградам за Викинг Лигу. Серебро 1, за которую мы получим уходные карточки. Что сегодня выпадет, фиг там знает. Нам дают награды за как раз таки Серебро 1. Мега набор, набор золотых игроков, 20 тысяч монет и 2000 очков квалификации. В общем, все мы это забираем. И самое интересное, что, скорее всего, нас немного огорчит сегодня. И давайте не будем тянуть, потому что никаких Кильянов Баппе здесь не будет, но здесь будет Эдерсон. Эдерсон 87. Это одна из лучших карточек. Конечно, лучше бы выпал бы Александра, но Эдерсон это тоже очень круто. Это, блин, это правда классно, так что по-любому его забираем. И, кстати, это первая информ-карточка Эдерсона в этой фифе, и поэтому тебя, братан, с почином. Награда Division Rivals каких-то прям заоблачных не может быть, и мы с вами берем продаваемый вариант. То есть второй вариант, что здесь есть, Division Rivals, рейтинг, да, по-моему, 6-го дивизиона, потому что в дивизионы играть. Это такая тема темная, подсливал немножко... В общем, 4 попытки поймать каких-то крутых игроков, и сейчас, ребята, у нас доступна команда из Лига Чемпионских Игроков. И если нам хоть один какой-то крутой такой игрок выпадет, то это будет просто офигенно. Вот в One Day, как бы 93-го, поймать и в составчик свой поставить вместо Рамоса, это было бы прям вообще офигенно. И давайте начнем с самого донного набора. Самый донный набор из этих, это большой премиум набор игроков. Что здесь будет? Волка вот-то на моем аккаунте вообще уже не знаю, сколько лет не было. Очень давно не пропали. Так, экраны есть. Испания, ФРВ, это от Дурец. От Дурец 84, что ли? Нет, 83-й рейтинг от Дурец нам выпадает. И это достаточно неплохо. Следующий пак, пацани, это мега набор. Но давайте откроем набор лучших золотых игроков, которых мне очень редко фартит. Если ни одного волкаута не будет, то это позор, Электроник Артс. Просто позор. Сколько времени уже нет волкаутов? Так, подождите. Хотя бы есть экраны, Аргентина, ЦАП, понятно. Это у нас выпадает Банега, 83. Хотя бы начали экраны подвозить, я не помню. Уже сколько времени у меня даже экранов, прикиньте, не было. Я собирал и СБЧ, которые вот каждый день там выходят сейчас. И тому подобное, и другие какие-то паки. И ни одного практически щита где-то, наверное, за неделю у меня не было. И вот как раз-таки два пака подряд у меня выпадают щиты. И вот сейчас Банега. Ну, такой вариант, конечно. Два пака остается. Мега набор, электрумовый набор редких игроков. И что в них выпадет, даже, мне кажется, FIFA не знает. Но, блин, надо тестить, надо смотреть, что получится из этого. Открываем мега набор. Давайте я даже не буду смотреть, есть ли там волкаут или же его нет. Так, смотрим. Таааа... да. Ну что ж, последний пак. Последняя надежда, наверное, сейчас уйдет с этим паком. И, честно говоря, пока дроп вообще ужасный, и, наверное, этот пак вообще ничего не исправит. Электрумовый редкий набор игроков. И давай показывай, что у тебя там есть. Волкаута по-любому не будет. Да, волкаут, волкаут. Ребят, я не знаю, за сколько времени. Пожалуйста, необычная карточка. Это, так, Биллиан, пожалуйста, Бразилия, Франция, ФРВ. Это же Ру выпал, 87 рейтинг. Ну, это не прям круто. Я, честно говоря, не знаю, сколько он стоит. Но, блин, карточка неплохая. 90 удар, 81 передача. Ну, конечно, скорость тут все убивает. И давайте посмотрим, что выпало еще. Это первый волкаут. Вообще, я не знаю, за недели-две на моем аккаунте. До этого выпадал еще Эдерсон, по-моему, который выпал нам сейчас. И вот Жеру сейчас тоже нам выпадает. Давайте посмотрим, что есть в паке. Потому что в паке тоже может быть что-то интересное. Но нет. Один Жеру здесь есть. И давайте посмотрим на его ценник. За 32 тысячи монет. Конечно, я ожидал цену, блин, около 100 тысяч. Но 32 тысячи монет. И это, конечно, красная цена для Жеру. Которую мы с вами продаем. Как вы поняли, кроме этого Жеру в этом паке вообще ничего интересного нет. Парни, с сегодняшнего дропа можно собрать такой состав. Конечно, есть Жеру 87, это волкаут. Есть Эдерсон 87, это тоже волкаут. Но, к сожалению, все остальные игроки, это просто дно. И тот же Жеру стоит около 30 тысяч монет. А Эдерсон вообще у нас непродаваемый. Наградами я недоволен, конечно же, могли дать лучше. Все надежды были на Кильяна Бабе 91. Но выпал Эдерсон, который тоже не так плох. Ну и с продаваемых паках нам вот такая вот вся фигня выпала. Ну, не считая Жеру, это достаточно неплохо, но 30 тысяч монет, ну блин. Ну и чуваки, обязательно приходите на завтрашний стрим, который состоится где-то в 3 часа дня. Обязательно всех жду, мы будем просто выигрывать всех соперников. И как было написано в тот раз, идти в топ 100. Ну, хотя бы, как минимум, я думаю, что золото 3 мы с вами по-любому возьмем. Ну, а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, пишите в комментарии, что выпало вам. Подписывайтесь на канал и встретимся в следующем ролике.